Здравствуйте, друзья! У нас в гостях Виктор. И я обычно, когда Виктора представляю, но у нас не первый раз уже, но я его когда представляю, я говорю, вот это такой Виктор, который как снайпер, который на прикладе своей винтовки снайперской делает насечку вот на каждого подбитого противника. Значит, Виктор ведет учет практикантов, которые он у нас в школе берет, и как бы жизнь спасенная, обратный у нее процесс. Спасибо. Хорошо, там за полторы сотни уже перевалило, если не. Да, ну только в предыдущей компании, 121 человек. Я вот помню, но я с тех пор еще был. Ну это же последние 15 лет я это делал. Да, да, это какой-то такой вот монстр, можно сказать, спасение утопающих. Дед Мазай, можно сказать, по эмигрантским зайцам русским. Виктор сегодня расскажет историю маленькую о том, как и когда это было? Это лет, наверное, 15-17 назад. А, то есть не то, что я только в Америку приехал? Нет, нет, это и было давно, и я уже к тому времени в Америке был какое-то количество лет. Так, ну и что получилось? Значит, история довольно интересная, в общем-то мы здесь люди ко всему привычные, нас тяжело удивить, но у меня был шок вот от того, что я вам сейчас расскажу, шок приятный. Так. Значит, опять-таки лет, наверное, 15, плюс-минус, наверное, чуть больше назад я поехал в Лос-Анджелес с навестить моих друзей. И они тогда жили в Вест-Холливуд. Это русское место такое? Да, это район Холливуда, где, в частности, живет много русских. В то время жило, что сейчас, я думаю, еще больше. В русском магазине, да. Да, там куча русских магазинов, и пока они поехали на работу, я подумал, я заеду в русский магазин, куплю что-нибудь, приготовлю, они придут с работы, мы устроим маленькую пьянку. Они мне рассказали, где находится самый ближайший русский магазин. Причем, говорят, это хороший русский магазин, там есть мясной отдел, кондитерский, естественно, алкоголь и всякая разная ерунда. Мясной это редкость? В том-то и дело, что мясной отдел, да причем со свежим мясом, чтобы, это довольно необычно. Ну, я был очень от этого excited и поехал в этот русский магазин. Я его довольно быстро нашел, захожу я в магазин и наблюдаю такую картину. Зал. Большой был? Ну, я бы сказал, средних, наверное, размеров, то есть понятно, что это не супермаркет, но не совсем малюсики, как они бывают. Не ловчонка? Да, не ловчонка, точно. Захожу в этот магазин и наблюдаю вот такую картину. Значит, идут прилавки вокруг стен, в том числе я вижу мясной прилавок, вижу красивое, свежее, прямо розовое мясо на этом прилавке. Хорошее? Хорошее. С виду вроде бы хорошее, издалека. И за этим прилавком я вижу стоит, я предполагаю, что женщина в белой одежде и в белом, похоже, халате ко мне спиной и рубит мясо. Так. В крови. В крови. Руки вот так все в крови. И она меня увидела, она меня так улыбнулась, берет обфартук, выдирает эти кровь с рук и говорит, what do you want, мамочка? Да. И когда я услышал вот это вот, what do you want, мамочка, я потерял дар речи. И с одной стороны мне это было так интересно и приятно, с другой стороны это было так смешно и неожиданно, что я точно не помню, но чуть ли не заикаться стал, что мне нужно. И вот это вот, what do you want, мамочка, это такое, причем было смешано американо-английский и одесский акцент, которые вместе сосуществовали в этом коротком выражении с такой любовью, что на протяжении всех вот этих лет, то есть это было опять-таки лет 15 назад, я всем это рассказываю с большой улыбкой на лице и эта история вызывает у всех улыбки. Я думаю, друзья, что те из вас, кто смотрит наш сюжет и кто работает в сфере розничной торговли, вот, они могут взять это на вооружение и в Соединенных Штатах, и в странах, откуда мы родом, то есть, допустим, если вы хотите продемонстрировать отечественному покупателю какой-то такой американский шик или лоск, да, вы можете сказать, вот do you want, ну, тетка там, допустим. Тетка, да, вот эта мамочка, это было что-то такое специальное, что... Ну, особенно нас поймут одесситы, я думаю. О, да. Вот, так что мы на этом и с ними прощаемся. Всего хорошего.